Я с детства хотела такую профессию, от которой я буду получать только удовольствие, но еще и деньги, плюсом, как бонус. Ну так и получилось. Я не только ТикТоком занимаюсь, я занимаюсь поддержанием Ютуба, Инстаграма. Если какая-то новая платформа появится, то наверняка я там тоже окажусь. Потому что если что не вечно, все равно время ТикТока, когда пройдет, и появится что-то новое. Каждый ведет себя в группе так, ну, наверное, как его воспитали. Например, если я вижу пост какой-то, ну, так скажем, глупый, я не буду туда выливать свой какой-то негатив. Я просто смеюсь, просто скажу, блин, господи, ну, гугл тебе в помощь, да, но это я скажу про себя. А вот есть люди, которым, я не знаю, может быть, жизнь скучная или еще что. Они вот в каждом посте, в каждом комментарии пытаются вот свое «я» вставить, себя показать. Каждый, чем наполнен, то он и отдает в комментариях людям и вообще в целом по жизни. Важно понять свою фишку и с ней поработать. Когда ты приходишь на кастинг, и на кастинги, там, 50 нереально красивых девушек, ну, они все практически одинаковые. И приходишь ты такой немножко, может быть, где-то несуразный, в плане вот больших ушей каких-то, но ты запоминаешься. Стандарты сами по себе, они уходят уже. То есть 90-60-90 – это хорошо, но харизма и характер, вот это вот больше ценится сейчас. Это не было никакой далеко идущей цели. Я просто занималась тем, что было вокруг меня, сфотографировала то, что было вокруг меня. В какой-то момент это стало очень популярно, благодаря природе, окружающей меня, большие собаки, которые у меня были, и моим замечательным детям. Мои фотографии стали узнаваемы в интернете и за его пределами. Здесь, конечно, самый лучший свет из всего, наверное, мира, что можно найти. А я уже путешествовала достаточно. Мало мест, есть похожие, но мало очень мест, где можно найти настолько же мягкий, красивый, волшебный рассеянный свет. Ищите себя, в первую очередь. Когда вы себя найдете и будете заниматься тем, что вам нравится, то, что вам по кайфу, то у вас все получится. Это, наверное, самый простой рецепт успеха. Занимайся тем, что вам нравится. Формула успеха – это настрой на позитив. То есть, когда ты знаешь, что действительно все будет хорошо, и если случается какой-то момент, например, который немножко рушит твои планы, или он такой достаточно негативный, то ты это воспринимаешь как шаг к тому, что все будет дальше еще лучше. Конечно, внутреннее чутье фотографа – это замечательно, но, как ни крути, все мы хотим какой-то отдачи от своего творчества, и все мы хотим в какой-то степени нравиться людям. И мы хотим быть понятыми. И дети с животными, конечно, интересуют людей все-таки значимо больше, чем чья-то тяжелая судьба. Поэтому я, конечно, как-то под натиском сама себя за это виню, но под натиском именно такого, скажем, общественного внимания я больше все-таки снимаю легких сюжетов. Люди хотят иллюзий тоже. Мы же все живем иллюзиями, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова